Привет, друзья! С вами Света и это видео новости недели Гоха Уикли. Уже весна, распустились руки и цветочки и уже закончился посвященный 8 марта наш конкурс. Начинается в играх постепенно весенний движняк. Например, в линейке начался ивент «Мы пришли с миром». Как нетрудно догадаться, в нем почему-то будут инопланетяне. Какие же еще весенние обострения нас ждут? Поехали, посмотрим. Начнем мы с того, что буквально на днях для нас подвели итоги закрытого бета-тестирования Skyforge, которое началось в конце прошлого года, 14 декабря. В конце первой недели тестирования народ добрался до всех 9 классов и вообще показывали незаурядные способности в области изучения контента. Прошли более 400 тысяч внутриигровых опросов, причем 70% из них с положительными оценками. К концу ЗБТ саппорт разобрал более 42 тысяч обращений. На их основании завели почти три сотни задач, которые еще предстоит решить. И это при том, что к открытой бете в игру уже внесли почти 75 тысяч изменений. Обо всем этом и не только об этом разработчики рассказали нам на недавней пресс-конференции. Когда вы будете смотреть этот выпуск с публикацией, наверняка уже снимут эмбарго, так что следите за нашими новостями. 17 марта стало днем прощания в The Elder Scrolls Online с подпиской. Тогда же заработала система ESSA+, в которую входит возможность покупать всякое во внутроигровом магазине, доступ к загружаемым обновлениям и 10% бонус к опыту и золоту. В Guild Wars 2 собираются менять ни много ни мало то, как новые игроки будут открывать для себя мир. И первое в списке этих изменений World vs. World карты. Их уберут из списка того, что нужно для полной картины мира. При этом все очки и точки останутся на месте. В общем, если вам для полного открытия мира не хватало только World vs. World карт, то теперь весь мир открыт для вас на 100%. Когда все это заработает, процент открытия обновится у всех аккаунтов. Вдобавок ко всему, ArenaNet запилили анонс новой песчаной World vs. World карты, на которой надо будет бегать кабанчиком по лестницам. Через две с хвостиком недели после старта ОБТ Рутеры анонсировали, а потом и запустили систему альянсов. Альянсы – это коалиции, которые будут сражаться за обладание ресурсом Ноктинием. Теперь игроки могут вступить в один из трех альянсов – сообщество торговцев, союз просвещенных или железный орден. И получить соответствующие плюшки от членства в одном из них. Например, увеличенное количество золота за убийство монстров, или больше кредитов репутации, или сопротивление некоторым эффектам. Но чтобы вступить в альянс, нужно состоять в гильдии и заплатить тысячу золотых налогов. Зато после уплаты можно будет участвовать в битвах альянсах, выполнять собственные задания и получать за это неплохое вознаграждение. Внезапно из берлоги после зимней спячки вылезла незаслуженно позабытая MMORPG Rift, в которой оказывается громадье планов на 2015 год. В апреле выйдет крупное обновление Echoes of Madness – новые рейды и враги, а еще разрабатывается новый архетип, то есть к мейдж, клерику, вориору и рогу прибавится кто-то новенький. Чуть позже появится информация про обновление 3.2, главной фишкой которого будет переделанная гардеробная система. Благодаря гардеробу можно будет посмотреть на себя красивого, понять, что вы, например, забыли надеть штаны или покрасили доспехи в немодный цвет. Ну и есть предположение, что эта система позволит выбирать скины для брони и оружия. 12 марта стартовал закрытый бета-тест MMO World of Warships. В ЗБТ автоматически допустили тех, кто участвовал в Альфе, и бета-выходных НДА сняли, поэтому можно выкладывать любые материалы. Более того, разработчики активно делятся своими дневниками, рассказывают о том, почему и как начинается развитие кораблей и куча других интересностей. Исполнился на прошлой неделе год карточной игре Hearthstone Heroes of Warcraft. Всего год, а мы не помним, как без Hearthstone жили. И в честь этого на специальной странице официального сайта Blizzard собрали самые трогательные моменты в истории и поздравления, к которым можно, кстати, добавить и свое видео. 19 марта началось главное событие года для вселенной EVE – FanFest 2015. А это значит, более тысячи пилотов со всего мира понаехали в Исландию, чтобы пообщаться с разработчиками и между собой, получить самую новую информацию об игре из первых рук, посмотреть на косплей и всяко оттопыриться. Ну и кроме этого всего, в этом году на FanFest пройдут два турнира. Первый будет для игроков EVE – международный кластер Tranquility против китайского Serenity. Они будут выяснять отношения и мериться всяким за уникальный корабль. Для тех же немногих, кто умеет чуть-чуть летать в Valkyrie, будет предусмотрен турнир в EVE Valkyrie. Ну и напоследок про EVE Online. В этом году от нас тоже поехал на EVE Fest наш прекрасный, суровый и могучий капсулер Mifun. Мы уже создали на форуме, посвященном EVE специальную тему, где вы можете оставить ему всяческие пожелания. Вместе с Чертиком, нашим бессменным и бессмертным модератором раздела, они будут собирать для вас всю самую интересную и полезную информацию. Так что все бегом смотреть. В Neverwinter Online вовсю готовится большое дополнение Ярость Стихии. Его планируется установить 7 апреля. В этом дополнении, если вы докачались до капы и перекачались, все это для вас выльется в 70 уровень. Плюс переработали все награды, так что их прибавится. Уровень повысят и вашим спутникам. Раньше их хаб ограничивался 30-м, сейчас будет 40-й. Класс качества мог быть максимум эпическим, а теперь можно будет докачать до легендарного. Компаньоны получат новые пассивные силы и способность, которая передаст 15% их игрокам. Их характеристик владельцу. Для прохождения эпических подземелий теперь требуется группа из 5 игроков 70 уровня и сложность у них будет соответствующая. С выходом дополнения Ярость Стихий для Neverwinter'а игроки увидят изменения в склепах Крэгмайр, Храме Паука и Волчьем Логове. Вы соскучились по симулятору козла? Так вот, вполне возможно, что скоро серенький козлик появится в Доте 2 в виде курьера. Разработчики Goat Simulator начали кампанию продвижения за это дело. Уже нарисовали несколько вариантов и дело за малым, за голосованием сообщества по поводу добавления рогатого в Steam Workshop. 17 марта вышел на всех платформах, взял и вышел шутер Battlefield Hardline. Пока оценки прессы примерно 76 из сотни. Противостояние между полицией и преступниками многим понравилось, хотя без минусов не обошлось. Сюжетная часть изменилась в лучшую сторону, но она не может предложить того разнообразия и драйва мультиплеера, считают очень многие. И естественно, практически в день релиза у нас уже был готов первый взгляд. Конечно, он не даст вам ответ на вопрос, стало ли Battlefield Hardline новой вехой в истории, или это просто очень удачное какое-то ответвление. Но почитать наше мнение и решить, стоит ли, не стоит ли, покупать ли вы сможете. 13 марта стало известно, что закончились работы над финальной версией ролевого экшена Bloodborne, и мастер диск отправился в печать. Те, кто получил к игре доступ, не смогли пройти ее даже за 40 часов, при том, что у них даже не было доступа ни к мультиплееру, ни к другим режимам. А директор разработки, Хедетака Миязаки, сказал, что даже у него не очень хорошо получается проходить игру. Так что Bad Hurt и Challenge должны присутствовать. Выход игры состоится 25 марта. Появилась в сети информация о том, что PC-игроки и пользователи консолей нового поколения не смогут настраивать дистанцию прорисовки игры в The Witcher 3 Wild Hunt. Менять можно будет только общее качество графики. Чтобы у народа не так сурово припекало, показали два скрина с демо PC-версии, один из которых можно рассмотреть в разрешении 4К. Вот он, полюбуйтесь. Многих волновало, будет ли внедрен в игру DirectX 12. Нет, не будет. Хотя, как обычно, нам оставляют волшебную фразу про то, что все может измениться в будущем. Зато инструменты RedKid для создания модификаций после релиза The Witcher 3 все-таки будут. Выход игры, напомню, состоится 19 мая этого года. В мобильных новостях, кроме любимой и постоянной моби Гохи, стоит отметить очередную игру во вселенной Warhammer 40K. Это пошаговая стратегия Death Watch Theranite Invasion от компании Rodeo Hames, подарившей нам Warhammer Quest. Она выйдет летом. В игре будет однопользовательская кампания за космодесант и многопользовательский режим с системой прокачки персонажа. Прокачка хитрая, работает в том случае, если вас в бою не убили, а отдались – получить обнуление опыта. Обещают 4 тира предметов, кодекс примерно в 250 записей, а за Реал можно будет покупать паки с редкими вещами. Выйдет игра только на i-продукции, причем на довольно мощных последних ее моделях, ведь работать она будет на Unreal Engine 4. Удивила всех на неделе Microsoft. В компании решили, что проапгрейдят все версии Винды, которые сейчас установлены у пользователей, до Windows 10 совершенно бесплатно. Причем речь идет и о пиратских версиях. Цель такой неоднозначной акции – дать всем возможность попробовать лицензионный софт и больше пиратством не заниматься. Правда, пока не совсем ясно, по всему ли миру пройдет этот аттракцион невиданной щедрости, ведь изначально речь шла только о китайских пиратах. Бесплатный апгрейд будет доступен в течение первого года запуска операционной системы Windows 10, это будет уже в 2015 году. А NVIDIA официально представила флагманскую однопроцессорную видеокарту GeForce GTX Titan X, которую позиционируют как видюху для мощных игровых систем и вычислительных станций. Видеокарта построена на чипе GM200 с архитектурой Maxwell, который содержит 192 текстурных блока и 96 блоков ростеризации. Базовая частота работы процессора составит 1002 МГц, а в режиме Boost – 1089. Память у монстра будет 12 гигов стандарта GDDR5 с частотой 7012 МГц. Судя по тестам на видеокартском, карта легко разгоняется до частот 1280 и 8000 МГц, процессор и память соответственно. Мощность 250 Вт, а рекомендованная стоимость – 1000 долларов. На этом все. Не забывайте подписываться на наш канал, слушать наши новости, обзоры, подкасты, читать наши новости и участвовать в форумных баталиях. Играйте с удовольствием. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok